На территории КДМЦ поселились бабочки. Медики рассчитывают, что с их помощью удастся поднять настроение юным пациентам. При этом речь о нарисованных бабочках. Набережные Челны стали первым городом в республике, в котором появилась 3D-картина на асфальте. Наша съемочная группа отправилась на место, чтобы узнать, как она создавалась. Экспозиция почти завершена. Остались небольшие стрихи. И вот 3D-картина готова. Ее автор известный в набережных Челнах профессиональный художник Марат Белялов. На асфальте летают голубые, фиолетовые, желтые бабочки. Это фирменные цвета КДМЦ, которые означают здоровье, благополучие, любовь к жизни и развитию. Вырывающиеся из-под разрушенного асфальта крылатые цветы тоже имеют смысл. Дети должны понимать с детства, что если ты к чему-то стремишься, то можно преодолевать любые преграды, как, например, здесь разбить асфальт и вылететь наружу. Не быть, так сказать, овощем. Ну и они лежат, они должны понимать, что можно вылечиться и продолжать дальше свой полет по жизни. На создание трехмерного изображения Марату Белялову потребовалось 8 часов. Как отмечает художник, это его первый благотворительный проект, но не последний. Планируется, что на территории детской больницы появится еще два таких 3D-рисунка. Концепция будет идентичная, правда, что именно будет на них нарисовано, пока не раскрывается. Впрочем, юные челнинцы рады даже одному рисунку и уже активно фотографируются на фоне разрушенного асфальта с бабочками. Для взрослых и детей картина стала магнитом протяжения. Мне очень понравилась эта картинка, что она такая яркая, необычная. И всем детям, которые лежат сейчас в больнице, она поднимает настроение. И сегодня прибежали посмотреть. Нам очень понравилось и побольше бы таких рисунков в нашем городе. Мне очень понравилось. Мне тут понравились бабочки, а тут фотографировалось. Рисунок появился на территории КДМЦ в рамках реализации проекта по благоустройству местного сквера, который проводится на протяжении двух лет. В этом году совместно с известным художником горнобежной Челны, с Маратом Беляловым, удалось впервые в республике Татарстан реализовать проект по нанесению 3D рисунка. Также планируется, что в будущем в сквере появится памятная зона, посвященная челнинским сотрудникам здравоохранения. Эльмира Гаинундинова, Ильнар Мустафин, Челны, 24.